МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты должен быть готов инвестировать свое время, инвестировать какие-то усилия, что-то предпринять для того, чтобы посеять то зерно, которое дальше даст сходы и даст тебе какой-то результат. В наших городах, в сети, по телевидению проводится очень много разных тренингов. Естественно, тренеры зарабатывают деньги, естественно, тренеры продают свой талант, свой опыт. Чтобы попасть на их тренинг, нужно как минимум купить билет для того, чтобы доехать в Москву или в Санкт-Петербург, кто-то говорит, что это дорого. Но за образование нужно платить, за опыт нужно платить. Если ты не заплатишь, ты ничего не получишь. Если образование – это дорого, тогда оцени. А сколько же стоит невежество? Цена за неиспользованный шанс – это неудача. Это то же самое, когда человек приходит в церковь, и он молится. Господи, позволь мне выиграть лотерею. Он разбивает лоб. Всевышний ему говорит, да я не против. Ну ты хотя бы лотерейный билет-то купи. Вообще, любой бизнес, любое дело – это бег на длинную дистанцию. Не жди отдачи сразу. Никогда не сдавайся, иди до конца. Если ты не будешь сдаваться, в любом случае ты увидишь, как сдаются другие. Буквально недавно я поднялся на западную вершину горы Эльбрус – это 5 642 метра. Действительно, это было трудно. Но во мне победила только воля и только то, что я должен делать постоянно шаг. Это называется гималайский шаг. С каждым вдохом один шаг, с каждым вдохом один шаг. Если ты будешь делать постоянно шаг, в любом случае ты будешь успешен. В любом случае ты достигнешь вершины. Но если ты будешь идти до конца, дорогу оселит идущий. Всемогущий только вера, настойчивость, вера в свою цель, вера в свою победу, вера в свою победу, твой успех, вера в себя идут только за уверенным. Деньги приходят только к уверенным людям. И деньги идут только тем людям, которые постоянно двигаются, которые не сдаются. Вот такая воля должна быть. Внутри должен быть стержень. Один из главных критериев успеха – ты должен принимать решение прямо сегодня. Прямо с утра встал, выпил кофе и пошел принимать решение. Сегодня, днем на работе, тебе придется принимать решение. Те люди, которые нерешительны, они всю жизнь копаются, и ты должен выработать привычку сделать шаг. Может быть, тебе сегодня предстоит уволиться с работы, ты должен сделать шаг смело. Всегда будет лучше. Ты должен сделать этот шаг, иначе ничего не поменяется, иначе тебя не заметят. Ты должен быть сильным в этом плане и решительным. Всегда идут за вожаком, всегда идут за решительным человеком. Уверенность и решительность – это магнит. Успешные люди всегда решительны, и они привлекают к себе внимание. И внимание начальства, и внимание твоих людей, подчиненных. Если ты не научишься что-то отпускать, если ты не научишься чем-то жертвовать, ты не сможешь сделать шаг. Ты не сможешь принять решение. В твоей жизни ничего не поменяется, а если ты будешь делать то, что делал вчера, ты получаешь то, что получал вчера. Для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, для того, чтобы стать успешным, нужно быть решительным. 99% людей не умеют принимать решения. Они каждый день ходят на работу с 8 до 9. Они сидят в офисах, они работают на своего начальника, они не могут двигаться, и не нужно жаловаться. Если ты поднимаешь негативные воспоминания, это негативно сказывается на твоей психике, на твоей семье, на твоей работе, на твоем успехе. Ты живешь в негативе. Если ты будешь говорить о проблемах, ты будешь застревать в своих проблемах. Если ты будешь говорить о негативе, ты будешь обучаться негативу, ты в нем будешь купаться. Вы же знаете, как действуют наши мысли и наши слова на молекулы воды. Если ты скажешь «люблю», она кристаллизуется в красивые кристаллы. Если ты скажешь «я тебя убью», она разрушается. Но если наши слова и наши мысли могут делать такое с водой, только вообразите, что мы можем делать со своим телом. Следите за своей речью, следите за своими мыслями. Потому что как только ты открываешь рот и на кого-то льешь негатив, прежде всего этот негатив остается в тебе, в твоем восприятии, в твоем теле. Ты разрушаешь свою жизнь, разрушаешь свою семью, разрушаешь свое будущее. Думать нужно только позитивно, думать нужно о возможностях. Только тогда ты будешь расти, только тогда ты будешь совершенствоваться, достигать успеха, окрашивать свою жизнь в яркие краски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова